Здравствуйте! В ближайшие 15 минут мы расскажем вам о новостях нашей страны. Главные темы. Все ими определили глав комиссии. В Калице обсуждают новую должность товарищ министра. Каринш поручил скорректировать тарифы AUXPREGUMATICLES и SADLASTICLES. Пранкеры нацелились на премьера и президента Латвии. В школах начали устанавливать питьевые экраны. Об этих и других событиях подробнее в информационной программе «Новости Латвии». Сегодня Европейский парламент признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Кроме того, в бюджете ЕС на следующий год выделено полмиллиона евро на пилотный проект депутата Иннеса Вайдере, чтобы облегчить конфискацию имущества России в пользу Украины. По мнению Вайдера, отчуждение активов сторонников российского режима в Европе идет слишком медленно. Чтобы решить эту проблему, депутат Европарламента от Латвии собирается изучить правовые варианты не только замораживания, но и конфискации имущества олигархов и представителей Кремля. В свою очередь, вице-президент Европарламента Роберт Зиле заявил, что признание России террористическим государством позволит украинским властям возразить тем, кто выступает за начало мирных переговоров с Кремлем. Как указывает Зиле, с террористами переговоры не ведут. Работа в дне очередного пленарного заседания 14-го сейма сегодня продлилась ровно 9 минут. За это время новоявленные слуги народа успели проголосовать за состав 15 профильных комиссий, через которые впредь будут проходить законопроекты. Зато работа с формированием основного института исполнительной власти, кабинета министров, идет ни шатка, ни валка. Партии будущей правящей коалиции продолжают согласовывать свои позиции, в том числе появление новых должностей – товарищей министров. Согласно правилам, каждый депутат сейма может быть избран только в одну из основных законотворческих комиссий. Сегодня депутаты единогласно проголосовали за распределение по комиссиям. И теперь в течение двух дней будут выбирать их руководство. По предварительным прогнозам, самая многочисленная фракция «Новое единство» получит руководство в пяти комиссиях, национальное объединение в трех, объединенный список также в трех, а остальные будут доверены представителям оппозиции. Определенный прогресс достигнут и в формировании кабинета министров. Накануне представители объединенного списка объявили о достигнутом компромиссе. Нарисовалась эта потенциальная ситуация в связи с новым министерством, которое продвигает партия «Новое единство» в отношении Министерства климата и энергетики. И, соответственно, ситуация с относительно меньшим воздействием на бюджет или вообще без такого воздействия ситуация с товарищами министров. Это горизонтальное сотрудничество между различными политическими силами, когда решение нельзя найти только в одном министерстве. Однако, со слов «Нового единства» пока речь идет лишь об одном министерстве, где может быть товарищ или заместитель министра из другой партии – о Министерстве обороны. Полной договоренности нет. Если мы смотрим на этих министру бедры, идет речь только о одном министру бедры. Но дальнейшая дискуссия не исключена и по другим министерствам. Это очень важно, если мы хотим фокусироваться на какую-то конкретную сферу. Ну, то, что говорил уже президент, демография, дигитализация, энергоресурсы – это очень важно. Однако на согласование всех вопросов о возможном горизонтальном сотрудничестве понадобится еще время. Продолжаются подобные переговоры о горизонтальном сечении. Сейчас дальнейшие решения еще не приняты. Окончательно не решено, в каких отраслях будет усилено горизонтальное сотрудничество через этот статус товарищей министров. Через неделю-полторы это может быть положено на стол в окончательной версии. А тем временем скоро будет месяц, как заседают вновь избранные депутаты Сейма с зарплатой почти в 3000 евро. А ведь никаких конкретных решений пока не принято. Не дороговато ли обходится этот простой? В Сейме две трети новых депутатов у нас несколько десятков предложений, несколько десятков законопроектов, которые мы должны перенять у бывшего Сейма. И то, что люди сейчас семь раз отмеряют и только потом отрезают – это только на пользу. Юрий Родин, Эрис Карплинч, Латвия Зинис. Премьер-министр Кришенис Каринч поручил Министерствам экономики и финансов оценить возможность скорректировать тарифы на услуги предприятий AUXPREGUMATICLES и SADLAS TICLES. В распоряжении указано, что ведомства, как держатели долей капитала предприятий, должны отчитаться на заседании правительства 20 декабря. Для этого работникам министерств придется рассмотреть варианты изменения тарифов с учетом отказа от возмещения упущенной выгоды предприятиям за период с 2020 по 2022 год, а также возможность зафиксировать расходы компаний на электроэнергию. Напомним, компания SADLAS TICLES планирует повысить тариф на передачу электроэнергии в среднем на 75%, а тарифы AUXPREGUMATICLES могут вырасти практически в 5 раз. В государственной инвестиционной схеме латвийцы за этот год потеряли более полумиллиарда пенсионных накоплений. По данным Комиссии рынка финансов и капитала, за 9 месяцев капитал вложений по планам пенсии второго уровня уменьшился на 9%, это почти 539 миллионов евро, и на конец сентября составил около 5,5 миллиардов евро. Средняя доходность пенсионных планов оказалась отрицательной, например, активная и консервативная схемы инвестиций приносила доход в минус 15%, а у сбалансированных вкладов на фондовых биржах доходность составила минус 14%. Как известно, в Латвии установлена трехуровневая пенсионная система. Второй или накопительный уровень пенсии предусматривает, что часть социальных отчислений работников вкладывается в финансовый сектор. На данный момент на втором уровне государственной пенсионной системы насчитывается 1,2 млн. тысяч человек. Следующий год в Латвии начнется с техническим или временным бюджетом. Как пояснили в Министерстве финансов, если на начало финансового года не принят госбюджет, то в силу вступает бюджет прошлого года, который предусматривает финансирование без изменений, то есть без новых инициатив и решений. В свою очередь новое правительство должно будет подготовить проект госбюджета в течение четырех месяцев после того, как новоизбранный Сейм одобрит состав Кабинета министров. Продолжаем выпуск. Латвийские спецслужбы отразили нападение известных в интернете пранкеров Вавана и Лексуса. Они собирались вызвать на откровенный разговор премьер-министра Кришениса Каринша и подставить президента Эггелса Левитса. Выдав себя за президента Польши Анджея Дуде, они планировали обсудить с главой латвийского правительства недавнюю ситуацию с падением ракет. Также есть информация, что пранкеры под видом Эггелса Левитса пытались организовать разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом, по мнению спецслужбы, Россия проводит операции влияния и попытки дискредитировать представителей власти в Европе. Бюро защиты и сотворственное вовремя предупредило высшее руководство страны и правительства и сорвало планы пранкеров, которые могли поставить президента и премьера в неудобное положение. Супер Балтик – это юмор, путешествие и любовь. Супер Балтик – это твоя новая любимая кнопка. Включай и не переключай. Телеканал Супер Балтик. Удивляйся, восхищайся, улыбайся. Кризис и политическая нестабильность – отличная питательная среда для организованной международной преступности, поэтому так важно сотрудничество, а также аналитическая и оперативная поддержка Европола, европейского агентства, оказывающего всестороннюю помощь этим структурам в борьбе с преступностью. Об этом шла сегодня речь на пресс-конференции, в которой приняли участие исполнительный директор Европола Катрин де Боль и начальник государственной полиции Арманд Срукс. В числе главных видов организованной международной преступности глава латвийской госполиции Арманд Срукс отметил терроризм, торговлю людьми, нелегальную миграцию и киберпреступность. Одним из вызовов последнего времени для правоохранительных структур стали телефонные мошенничества. Если мы говорим о так называемых колл-центрах, которые использовались, чтобы обманом выманивать у людей деньги, эти центры находились по всему миру. Пару месяцев назад была проведена успешная операция, в которую был вовлечен и Европолк. Было задержано более ста человек. Что было характерно для этих колл-центров? Они не обманывали людей на территории той страны, где конкретный центр располагался. Пострадавшими были не только жители стран Евросоюза, но и Российской Федерации, Казахстана и даже одного из африканских государств. Катрин Деболь отметила, что благодаря успешному сотрудничеству раскрываемость преступлений в этом году по сравнению с прошлым годом увеличилась примерно на треть. Привела и конкретный пример. Я бы хотела привести в качестве примера арест группы из 10 человек, которые занимались ввозом в страны ЕС нелегалов из Ирака. В расследовании принимали участие команды специалистов из Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании и специалисты Европола. Цель, ради которой Катрин Деболь посетила Латвию – получить информацию о проблемах госполиции Латвии и о том, какая помощь ей требуется. В свою очередь, глава госполиции Арманд Рокс пообещал, что уже в ближайшие дни латвийская общественность узнает о раскрытии еще одного резонансного преступления и тоже благодаря, в том числе, поддержке Европола. Марина Блументаль, Эдис Карклендж, Латвия, Зинес. Сексуальное насилие, как заявило Бюро омбудсмена, самая распространенная форма насилия в отношении детей. По данным государственной полиции, в 2021 году в 54% случаях жертвами подобных преступлений становились именно дети. В первом полугодии этого года они также чаще всего страдали от насилия, в 47% случаях. Как отмечает Бюро, это только видимая часть проблемы, и в действительности число жертв больше, ведь преступления, совершенные детьми до 14 лет против других детей, не включаются в статистику полиции. Уголовные дела в таких случаях не возбуждаются. В рамках Дня защиты детей от сексуального насилия до конца этой недели в Латвии работает телефон доверия. По номеру 116-111 дети и подростки, которые столкнулись с сексуальным насилием, могут получить психологическую помощь. Вы смотрите новости Латвии. Рижское самоуправление начало информационную кампанию «Моя вода» и призывает жителей столицы активнее использовать для питья обычную воду из-под крана. Предприятие «Рига Суденс» уверяет, что качество воды в Риге хорошее, и в планах города установить в общественных местах питьевые краны. Сами же рижане иногда сталкиваются с другой ситуацией. И воду не только невозможно пить, но даже использовать для хозяйственных нужд. Вода, богатство Латвии и запасы питьевой воды у нас неограничены, заверил мэр Риги Мартин Шстатис. Мечта главы города сделать питьевую воду доступной во всех общественных местах. Первый питьевой источник в Риге появился еще в начале 17 века. С тех пор много воды утекло только сами рижане. Как считают столичные власти, потребляют ее недостаточно. «82% воды в Риге поставляется из трех подземных источников. 300 глубинных колодцев глубиной от 30 до 75 метров. Вода из Балтезерс, например, идет со скоростью 74 км в час». Призывом больше пить воды столичные власти пошли по школам. Первые 10 рижских учебных заведений получили вот такие питьевые краны. Но даже в домашних условиях, уверяют в Риге с Уденс, вода из-под крана не только безопасна, но и полезна. И вот мы открываем кран, а вместо кристально чистой влаги течет мутная струя ржавой воды. «После отдельных ремонтных работ, когда проводится отключение трубопровода, меняется напор и скорость подачи воды. В результате в трубах происходит взбалтывание находящихся там минеральных веществ. И вода становится непрозрачной. Тогда надо просто открыть кран и дать стечь воде. В таких ситуациях Рига Суденс приносит извинения за причиненные неудобства и готовы провести перерасчет. И людям не придется платить за эту непрозрачную воду». Для этого необходимо обратиться в предприятие Рига Суденс с заявлением изложить факты, где, когда и как вместо чистой воды из крана шла грязная. А также обратиться с просьбой не включать в счет объем израсходованный, но непригодный для использования воды. До наступления зимних праздников остался месяц. Ноябрь и декабрь традиционно самая горячая пора для почты по всему миру. С приближением праздников Латвия и Спасц призывают вовремя совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах и заранее отправлять поздравления и подарки. Чтобы не запоздать с сюрпризом для ваших родных и друзей на других континентах, пора поторопиться и отправлять посылку до конца ноября. Впрочем, и с отправкой в Европу не стоит затягивать разумнее, отправиться на почту в первых числах декабря. Этим сообщением мы и завершим наш сегодняшний выпуск. Расстаемся до завтра. Желаю всего самого хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok